Во дворе молодежь дискотеку устроили. На импровизированную дискотеку к молодой компании по анонимному звонку приезжают всего лишь два сотрудника полиции. А зря, но об этом чуть позже. Кругом груды бутылок от пенного напитка и без экспертизы видно, кто под градусом. Я выпивала за городом. У меня сегодня за городом был последний звонок у брата. Мы за городом выпивали, приехали сюда в город. Мне позвонили, сказали, что у моих знакомых сегодня последний звонок в колледже. Мы сейчас здесь встретились, вот во дворе встретились. Все, мы стоим, общаемся. Девушка Алина, очевидно, лидер компании, уверяет, что весь этот мусор чужой. В пьяной толпе сразу выделяется юное лицо. По закону мы не можем показывать 17-летнего Сергея без разрешения родителей. Впрочем, интересно, как они смотрят на то, что нетрезвый отпрыск. Так вот проводит время. Патрульные решаются проводить его для выяснения обстоятельств. И тут начинается экшен. Вы понимаете это? Вы меняете? Вы понимаете? Я на вас тут подам. Вы понимаете это вообще? Вы понимаете это? Вы думаете форму, отделяем, все могло, что ли что? Вы понимаете? Не, не, не. В неразберихе тинейджер улизнул прямо из полицейского УАЗика. В погоню за ним отправляется прибывший на помощь экипаж. Таких вот неприятностей было бы в разы меньше не то, что у полицейских, у самих граждан, соблюдая незакон. Речь здесь не только о молодежи. Закон о республике Хакаси от 20 января 2005 года. То есть существует запрет на продажу алкогольной продукции в праздничные дни. Именно как вот сегодня последний звонок. То есть в этот день алкогольная продукция в городе Абакане запрещена. За сутки запрета полицейские Абакана изъяли сотни литров алкоголя в десяти точках. Например, в районе молодежной продавщица все же продавала из-под прилавка. Я забыла, я замоталась. Я здесь стою с десяти до девяти часов. Все. А это одно из немногих мест в городе, которое никогда не засыпает. Дежурная часть полиции. Именно сюда стекается первая информация о правонарушениях. Вроде работаешь уже долго и тем не менее не перестаешь удивляться. Бывает, что люди приходят с какими-то неординарными случаями и либо без улыбки на это все не взглянешь. Но тем не менее людям помогаешь в решении их проблем. Лето в любое время суток особо жаркая пора для полицейских. Ведь и людей на улицах больше. Одну из науха у министра Ольховского, как ночная полиция, дополнительный отряд МВД все лето будет помогать дежурным. Кстати, беглеца несовершеннолетнего Сережу все же поймали. Теперь ему светит не только родительский нагоняй, но и штраф за распитие алкоголя.